Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я, Вика, насмотрелась на авоське в интернете. Девчонки, сейчас у меня чуть-чуть проблемы со временем. Я думаю, заметили, видео выходит довольно редко, но нет у меня времени. А вот эта авоська мне не даёт покоя, поэтому я вот решила её сделать быстренько. Как я её делать буду, я ещё не знаю. Это всё будет в процессе, ну и, соответственно, сделать себе и снять вам. Поэтому в кустарных условиях, если вы заметили, буду снимать это видео. Но я надеюсь, оно будет вам полезным. Нитки, которые были у меня в обзоре, я оставлю ссылку в описании. Значит, рейнбоу, 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 хлопок 100%, 245 граммов, 150 метров. Вот оно, название, заклеено. Но, я же говорю, я оставлю ссылку в описании. Вот так вот она и выглядит. Это ленточная пряжа. Вот такая вот ленточная пряжа. Я думаю, что она любую, какую вы купите, либо трикотажную, либо ленточную, прекрасно подойдёт. Вот она, видите? Такая у меня сантиметр, пока у меня только сантиметры. Не буду использовать ни спицы, ни крючок, только свои руки. И вот для макраме вот такая вот палочка. Пока ещё не совсем уверена, нужна ли она мне. Но сейчас я буду делать такое своеобразное приспособление, чтобы упростить процесс. И вам покажу. Первое, что я делаю из этой пряжи, я нарезаю 40 полосок пряжи по 2 метра 20 сантиметров. Так, вот, девчонки, смотрите, видите, я их нарезала. И что хочу сказать, вот последние две. Нарезала я их 30. Вот видите, уже связала по парно узелком. Вот я вам сейчас показываю. Я беру две, как бы, две вот этих вот макаронины. Складываю пополам. И в половине завязываю узел. Далее, ещё важная, как всегда у меня, ещё важная информация. Ещё что хочу сказать. Нарезала я 30 полосок, потому что, вот видите, разложила на табуретке. И у меня получилась, как бы, ширина 30 сантиметров. Я считаю, что этого достаточно. Вот визуально я посмотрела. Вот так вот мне будет, как бы, нормально. То есть, всего у меня 30 полосок по 2,5 метра. Всё-таки я нарезала 2,5 метра. Я испугалась и решила не рисковать. И нарезать больше, чтобы, лучше, пусть уж лучше я их обрежу, чем мне не хватит. Осталось у меня вот сколько с мотка. То есть, я считаю, две авоськи с одного мотка получится спокойно. Так, и далее, что я делаю? Нахожусь я у дочери в квартире, поэтому ищу в поисках подручных... Рыскала в поисках подручных средств, которые мне помогут. Вот. Взять, наверное, подумал, что тёща с ума сошла. Ну, слава богу, он не парень такой нормальный. Нашла вот такую вот папку. И ею я вот теперь вот... Кстати, я надеюсь, да, вам всё понятно. 30 полосок, которые я попарно связала узелком в половине. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, пятнадцать. Всего пятнадцать. И вот этой папкой я здесь вот прижимаю вот так вот. Здесь одну я оставляю верёвочку. Беру одну отсюда, одну отсюда. И связываем узелком. Девчонки, приспосабливайтесь, кто как может. Всё равно не хватает. Ещё что-то нужно потяжелее. Но потом будет легче. Важно вот эти двори... Вот этот, по сути... Один первый ряд. Наверное, зря. Зря я искала. А теперь, девчонки, смотрите. Я, кажется, нашла самое оптимальное решение в данной ситуации. Я приклеила к стабуретке скотчем. Видите? И теперь я просто буду вот эти вот по две брать и связывать узелком. Аккуратненько пройдусь до конца. И посвязываю их по парню. Вот так вот. И с этой стороны тоже. Вот так вот лучше, девчонки. Так что делаем так. Первый ряд мы вяжем... Мы делаем, приклеив это всё дело скотчем. Ну вот, смотрите, девчонки. Видите? Я завязала с одной стороны и с другой стороны. И по... У меня осталось. Могу сказать, что способ этот, наверное, самый... Теперь мне нужно вот эти две последние связать. И вот я теперь беру свою палку и как бы продеваю. Ну, по сути, не продеваю. Вот так вот. И свяжу ещё вот эти две. И буду вязать на палке теперь. Вот такая вот конструкция, девчонки. Теперь, как хотите, прикрепите эту конструкцию, куда вам удобно. То ли на вешалку, то ли между двумя табуретками. И будете вязать. Сейчас я прикреплю и покажу. Сейчас я прикреплю и покажу, куда я его прикрепила. Вот теперь смотрите, куда я прикрепила. Это стойка для белья. Видите? И я скотчем её сюда прикрепила. Зять точно подумаешь, что теща сумасшедшая. Но ничего. Зато у нас будет авоська. Мне, конечно, мнение взять, а важно. Но авоська, она тоже нужна. И теперь смотрите. Я буду вязать. Вот видите? Если разделить. Сначала переднюю. Здесь буду. То есть я буду брать. Где у меня от... Вот отсюда две. И вот эта, которая наша боковушка. С боковушки. И отсюда. Вот здесь вот. И буду вязать эти... Завязывать эти узелочки. Сначала с этой стороны. Потом с противоположной стороны. Вот так вот. Таким вот образом. Потихонечку. Чтобы всё было ровненько, аккуратненько. Не знаю. Может я, девчонки, усложнила. Вот вы мне напишите в комментариях. Может я слишком намудрила с этими всеми креплениями, приспособлениями. Но мне кажется, по-другому оно и не получится. Хотя на самом деле, кажется, что очень простое изделие. Но... Это мне так казалось вначале. Вот так вот. Связываем. Это уже у нас с боковушки переходит назад. И вот так вот мы продвигаемся. Равняю. Чтобы было ровненько. И завязываю. Иду смотреть фильм. И завязывать узелочки. Вот, девчонки, смотрите. Видите? Вот я продвигаюсь. По сути, мы вяжем по кругу. Вот она, наша авоська. Вырисовывается. Видите? У неё есть вот эта сторона. И сзади ещё одна сторона. Я эту стойку поворачиваю. Далее. Вот что хочу. Вот этот наш узел, который мы... Вот наш узел, которым мы соединяли две половины. И вот через ряд я её повторила. И вот уже третий раз. То есть, этим как бы мы соединяем две половины нашей авоськи. И таким образом она получается цельная. То есть, по сути, я вяжу в круговую. Я ещё продолжаю. Ещё что хотела сказать. Стараемся, вот если я выровняю. Да, я сейчас показывала. Стараемся, чтобы узелки у нас на одном уровне были. Чтобы это хотя бы было хоть немного соблюдать вот этот ряд. Вот. Ну и продолжаю далее. По сути, я все нюансы, я считаю, я сказала. Ещё раз. Два. Три. Четыре. Пять. Рядов я вяжу. Ещё провязала. Ещё вяжу далее. Так. Вот, девчонки. Если вам видно, я надеюсь, видно. Провязала я вверх. Сверху. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать рядов. Не считая вот этого первого, который мы с вами сразу. Первый, который мы провязали центральный. Далее. Что я буду делать? Теперь, соответственно, это у нас. Итак, девчонки, вот смотрите, разделяем мы нашу половину на пополам. И центральную часть, вот она у меня была связана узелком, я его развязала и пустила половину сюда, так как у нас 15 вот этих пар ниточек. И половину сюда. задняя стенка, вот она у нас, переднюю я разделила пополам, то есть это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пар и половинка. Вот она. Завязываю узел. Такой вот теперь я его равняю, чтобы они у нас были симметричными. эти узлы так одинаково. Я думаю, да. Так, вот. Теперь, с другой стороны. Хорошо, что вот эта стойка у меня. С другой стороны. Еще, ну сейчас я вам измерю потом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И центральную я развязываю, потому что она у нас будет делиться пополам. То есть, одна нить пойдет налево, одна направо. Так. И завяжу точно такие же узлы. Все это у нас в висячем положении. Мерять нам намного проще, когда оно висит, чтобы все было симметрично. Вот. Так. Вот, прекрасно. И четвертый узел. Так, теперь следующий этап нашей ручки. Перекладываем вот так вот. Вот так вот втрое. И беру нить. Смотрите. Делаю вот так вот. Я просто не знаю, как его связать. Так бы, как бы просто мне его, ну вот она. Соответственно, мы еще можем регулировать это все здесь. Так вот. И вторую. Вторую стараемся. Тоже почему на весу, чтобы все у нас было одинаково. И здесь мы еще можем отрегулировать. Сконтролировать. Вот видите, вот это чуть-чуточку больше. Поэтому я ее подтягиваю. Все равно она мне кажется немного больше. О, все. Нет. Меньше. Вот, теперь они у меня одинаковые. Вот, видите. Я их сконтролировала. Теперь я сниму с этой палки своей. Сейчас я вот это все отрежу. Сниму и продолжим с вами дальше. Отвязала. Отлепила, вернее. Вот так вот оно было. Вот палку я снимаю. Это я просто для наглядности показываю. Снимаем, девчонки. Снимаем. Так, и одну ручку я уже сделала, чтобы был какой-то навык. И чтобы вам показать, как бы, понятнее. Вот. Вот такая вот она, авоська. Сейчас я ее измерю. Пока. По сути, можно ее уже и так, я думаю, использовать. Но лучше сделать подкладку. 33 сантиметра до узла у нас. 9 сантиметров. Можно 10, я думаю. Ну, у меня получилось 10. Я вам говорю, сколько у меня. И общая длина ее. 54 сантиметра. Так, теперь делаем ручку, девчонки. Вот ту заготовку, которую мы с вами сделали в висящем положении. Теперь я вот эту ниточку вообще, можно ее потом будет убрать. Эту нитку можно не убирать. Вот. Начнем вот от центра. 7 сантиметров сюда. Я отмерила вот такую вот нить 6 метров. И сложила ее пополам. Складываю пополам. Она сложена пополам. Делаю вот эту петлю такую же. И продеваю в эту петлю. Чтобы не делать узлов, я решила сделать таким вот образом. Вот. Обматывать ручку я буду в два сложения, чтобы это было быстрее. Вот. Сейчас я это затяну. И обрежу кончики, которые у нас лишние. Все. Вот это вот нам не нужно. Мы это убираем. Теперь я просто беру и обматываю. Сначала я передвигаюсь сюда, чтобы скрыть вот эти вот обрезы наши. Я буду... Нить довольно длинная, но для того, чтобы не было узлов, придется потерпеть. Первую ручку я отмерила всего 3 метра. То есть, со сгибом у меня было полтора. И пришлось отрезать еще один такой кусок. Поэтому вам я показываю уже... В том виде... Как бы лучше. Лучший вариант для этого я и делала. Как бы... Первый... Первую ручку без съемок. Попытаемся, если вот это у вас такая же ленточная пряжа, пытайтесь разложить эти ниточки, чтобы оно было плоским. Сейчас я вот здесь вот отмеряю. Кино у меня включилось. Все. Вот это хватит. И продолжаем. Я возвращаюсь. Ой, девчонки, извините, мне нужно вставать, чтобы телек выключить. Я возвращаюсь сюда и передвигаюсь далее. Теперь справа на вело. Так, смотрим, девчонки. Видите, я уже продвинулась справа налево. Вот столько пообматывала. Теперь здесь обрезаю вот эти хвосты. Вот видите, почти дохожу. Где-то мне еще сантиметр надо. Сантиметр-полтора. Я обрезаю эти хвостики. И заканчиваю. Меряем, чтобы было одинаково. Еще немножко. Так, вот здесь вот. Делаем вот такую вот петлю. Через нее протягиваем. Немного. Теперь. Еще пару движений. Каждой нитью отдельно, чтобы хоть немного его сравнять. И вот здесь вот я делаю. Вот такая ручка. Вот это место можно проклеить, чтобы оно не развязалось и не выглядывало. Вот такая вот авоська. Сейчас мы сделаем еще к ней подкладку. По сути, это уже готовая авоська и уже ей больше ничего не нужно. Клеем проклею вот эти вот места, где у меня узелок. Для подкладки я взяла кожзаменитель длиной 50 сантиметров и шириной 30 сантиметров. Которые я сложу пополам и сошью боковые стороны. Так, смотрите. Сложила я пополам этот кусок кожзама и сшила по бокам просто ровной стручкой. Вот теперь я его выворачиваю и надеваю оборожку. Так, теперь. Вот видите, у нас низ такой болтающий с этим. Теперь нам нужно вот эти крайние как бы узелки прикрепить, закрепить на концы вот этой подкладки. Видите, для этого я беру иду и просто... Просто пришью, у тебя пришила один и второй пришиваю точно так же со второй, со второго на второй угол. Потом это все дело у нас распределится самовольно, добровольно, чтобы не пришивать все. Я считаю, не нужно этого делать. Потому что у них потом не будет свободы действий. Так, если мы прещу, не только зафиксируем крайние, остальные у нас будут свободны, так сказать. Вот, смотрите. Вот так вот. А теперь еще бы хорошо было закрепить этот здесь вот уголочек. Ну да, вот он, девчонки, как раз выходит на узелок краешек. Поэтому этот узелок я тоже креплю боковой с обеих сторон. И все. И больше я не буду. При желании вы можете, конечно, закрепить следующие все, но я этого делать не хочу. У меня кожзам, и он и так сядет хорошо. Если у вас будет трикотаж или другая ткань, и вы посчитайте нужным это сделать. Смотрите, как она у вас будет ложиться, эта сумочка. Ну, по ощущениям уже. Вторая сторона еще. Вот она, наша воска. Между прочим, девчонки, можно даже вот эту часть использовать, да, там положить. Если идете на пляж, тапочки, эту часть использовать. Такая у нас овусечка сегодня получилась, скоростная, быстро. Ну, еще раз. Итог моих стараний. Вот такая овоська. Ребенку моему понравилась. Чуть не конфисковала, но договорились, что свяжу ей еще одну. Ну, так что в ближайшие дни на канале будет еще одна крючком с деревянными ручками овоська. Так что не было ничего-ничего. Теперь вот будет два видео. Вот. Девчоночки, на этом я с вами прощаюсь. Вяжите, если хотите побольше, чем вот эта, она не такая большая, она получилась такая средненькая, аккуратненькая. Если хотите побольше, отмеряйте нитки не два с половиной, как у меня, а три метра и вяжите длиннее. Это уже, как бы, я думаю, не так тяжело. Просто отмерьте по длине ниточки и свяжите длиннее. Это уже не проблема. Вот. Соответственно, повыше вот эту вот подкладочку пошли. Ну, это, я думаю, вы уже все скорректируете. Так что ждем, девчонки, в ближайшие дни еще один мастер-класс. Я с вами прощаюсь. Ставим лайки, жмем на колокольчик, подписываемся на канал, подписываемся на инстаграме. Не забываем ставить хештег в инстаграме вяжем с Викой на изделиях, которые вы связали по моим мастер-классам. Все. Всем пока-пока. Хорошего лета.